Ну что, друзья, я смотрю, вам эта тема в Филателе очень понравилась, судя по количеству лайков и просмотров видео, которые я вижу на своем канале. Так что продолжим наше увлекательное путешествие. И сегодня я вам покажу, как по маркам можно исторические параллели отслеживать, определенные эпохи, допустим. Сейчас пока просто бегло немножко расскажу про эту серию из четырех марок Калинина. У меня просто две повторки. Вот это Михаил Калинин, знаменитый дедушка, так называемый. На первой марке он у ткасского станка, потом на сенокосе, за трибуны и в конце это портрет Калинина. Но кто не знает, есть уже архивные источники рассекречены. В свое время он был большим очень любителем большого театра. Естественно, любил очень молодых балерин прим-балета. Но речь сегодня пойдет в принципе не об этой серии. Просто я сейчас вам покажу цены примерные на эту серию. Не такая дорогая, а не гашеная серия, сами видите. 10 долларов в гашеном состоянии, 2.25 по Загорскому. А речь сегодня пойдет, ребята, об исторических параллелях эпохи. Допустим, я хочу с вами поговорить вот об этой марке. Многие, кто особенно советского времени родились, знают, что такое пионерия. Вот эта марка, ребята, всесоюзный пионерский слет 1929 года, почта СССР. Обратите внимание на ее оформление, очень важно. Видите, такой мальчик стоит с горным пионерским. И вот просто для интереса я вам сейчас приведу вот такие вот в сравнении уже. Вот эта марочка, только уже с другой маркой. Обратите внимание, это марка времен Третьего рейха, где уже Гитлер и Югенты тоже с такими горными. Это марка 1935 года Германии. Напоминает вам что-то вообще? Очень похоже, да? Скажите. Субтитры создавал DimaTorzok